Сегодняшнее утро Валентина Александровна встретила в слезах. Ее квартира на Галактионовской безнадежно испорчена после обвала стены. А переезжать в Озерный не хочется. Здесь любимая работа парикмахера. Ездить ежедневно за 3-9 земель неудобно. Шоковое состояние после ЧП прошло, когда ей предложили другую квартиру на улице Гагарина. Вместе с крышей над головой у нее появилась и уверенность в завтрашнем дне. По сравнению с тем, что было, это просто великолепно. Это отдельная, изолированная квартира. В 35 лет я прожила в коммунальной квартире. За 35 лет у нас было всякое разное. Мне очень понравилось. Ну, тут уже мои ручки. Эта квартира предоставлена для временного размещения, пока идут восстановительные работы в старом доме. Здесь все то, о чем Валентина Александровна мечтала, живя в коммуналке. Есть все удобства. Надо только навести порядок. Повесить ли устру и шторы. Вещи из старой квартиры перевезли. Материальную помощь город уже выделил. С переездом помогает знакомый Михаил. Раскладушки и матрасы для пострадавших предоставил администрация Ленинского района. Большинство людей, потерявших крышу над головой из-за обрушения стены, уже получили временные квартиры. Сегодня всем жильцам предоставили возможность вывезти вещи на автобусах. Просто так во двор не пускают из-за опасности новых ЧП. Но с переездом не все так гладко, как хотелось бы. Квартиры маневренного фонда большую часть времени пустуют. Из-за этого где-то не подключена вода, где-то перекрыт газ или отрезано электричество. Управляющим компаниям дано поручение срочно исправить все недостатки в тех квартирах, куда переезжают люди из расселенного дома. Мы по каждому адресу, там, где возникают проблемы, будем вопросы все решать. Это безусловно. Безусловно. Если жилье не в Ленинском районе, то, соответственно, будем этот вопрос решать соответствующим органам власти в другом районе. Будем подключать управляющие компании, руководство района. Безусловно, мы все проблемы решим по каждой квартире. Между тем, власти уже приступили к работам по ликвидации угрозы дальнейшего обрушения. Для начала необходимо обследовать аварийный дом. Зайти в уцелевшую часть здания жильцам позволят только после того, как разрешение дадут эксперты. А далее аварийные здания ждут восстановительной работы. Сегодня должны до конца дня утвердить проект по ликвидации угрозы. Ну и с понедельника планируем приступить к этому плану по ликвидации угрозы дальнейшего обрушения. Ну и после этого уже будем разрабатывать проект на восстановление данного жилого дома. Проект восстановления дома будет составлен так, чтобы еще на многие годы вперед исключить возможность подобных чрезвычайных происшествий. Олег Зверев, Николай Епифанов, События.